Игорь Александрович, ну вот в сюжете мы услышали, как Евгений Пригожин обвиняет, мол, что не могут защитить россиян от атак, я имею ввиду вот эти беспилотники, которые на Москву не так давно летели. А вот как так получается, такое несоответствие? Ведь у российских СМИ абсолютно другие методички. Им велено утверждать, что эффективно была проведена работа по защите, что все справились, что все молодцы и абсолютно винить в этом никого не нужно, кроме вот Киева, так у них там все прописано. Как так получается, почему Пригожину позволено идти вразрез с такими методичками? Ему ничего не позволено. Там же другая совсем история. Именно потому, что он идет вразрез с этими методическими, именно поэтому ему сейчас официально закрыт доступ к российским государственным СМИ. То есть здесь все логично. Пригожин говорит совсем не то, что нравится там Министерству обороны, что не полностью нравится администрации президента. Именно поэтому ему закрыли. Он сейчас включен в стоп-листы. И его стараются не упоминать, ну или по крайней мере стараются им не упоминать в государственных каналах. Поэтому здесь все логично. Значит, Пригожину никто не разрешал это говорить. Пригожин сам это говорит. Ну это вот такая история, когда начав эту войну, Путин уже в значительной степени утратил контроль за процессами, происходящими в России. Потому что, ну что называется, открылось окно в ту сферу, которую Путин не контролирует. Потому что война это то самое танго, в которой танцуют двое. И поэтому Путин не контролирует уже военные действия, Путин не контролирует ситуации на бою-бое. И тут возникает некий вот этот вот хаос войны, в котором Пригожин чувствует себя весьма комфортно. Ну, кстати говоря, там потери, конечно, на порядок больше. Сам Пригожин признал 20 тысяч погибших в этой войне. Там речь идет о уголовниках, о зэках, которых он навербовал. То есть в целом общее количество погибших Мочевака-Вагнера не меньше 20 тысяч. Это совершенно очевидно. А так, на самом деле, скорее всего, из 50 тысяч, которые были летом у него, сейчас осталось, ну, пара тысяч, не больше. То есть, вот так что потери чудовищные. И это, конечно, говорит о некоторой эффективности Пригожина как... Ну, он не военачальник, там командует реально Уткин. Но Пригожин в данном случае это такое вот политическое, финансовое, пиаровское прикрытие Вагнера. Что же касается реальных целей, то цель Пригожина, конечно, никакая не революция, а цель смута. Потому что революция – это способ изменения политического... Это инструмент изменения политического характера власти. У Пригожина таких целей нет. У него цель смута. Цель – это вечная война, собственно говоря, в своих вот этих вот рейдах, в своих гастролях по России. Он сейчас после вывода Вагнера из линии фронта, из-под Махмута, он совершает такие вот пропагандистские, я бы сказал, президентские фактически гастроли по стране. Посещая Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и так далее. И везде он говорит о том, что война продлится не менее пяти лет. Два года освобождения Донбасса, как он выражается, и три года – это взятие Киева. То есть он говорит о том, что война должна продолжаться долго, как минимум пять лет. Ну и в России должна быть видена смертная казнь, нужно расстреливать за всякие преступления, в том числе за невыполнение приказов. Плюс к этому страну надо перевести на военное положение, надо перестать строить дороги, мосты, театры, а надо все подчинить обороне. Ну, все подчинить войне. То есть это, в принципе, такая вот политическая, я бы сказал, президентская программа. Понятно, что никаких шансов стать президентом России у Пригожина нет, по крайней мере в нынешней ситуации. Но столкнуть страну в смуту или поучаствовать в этом, потому что на самом деле страна ползет к смуте и без Пригожина, он усиленно ее подталкивает со своими действиями, в том числе и нападками на Путина. Хотя он сейчас сказал, что счастливый дедушка, который чудак на букву М, это не Путин, а Герасимов. На самом деле все все правильно понимают. И ситуация с конфронтацией с Министерством обороны, изначально она была по поводу денег. То есть Пригожин только за прошлый год получил 5 миллиардов на контрактах с Минобороны, но хотел бы получить больше. И там в основном конфликт с Шойгу и с Герасимовым был по поводу денег. А потом он перерос уже в другую плоскость, а именно в плоскость ответственности за поражение. Потому что Пригожин хорошо понимает, что в конечном итоге дело кончится поражением. И сейчас он пытается всячески указать на виновников поражения. Тут идет разговор уже конкретно о назначении главных виновников этого поражения. В качестве таковых Пригожин всячески пытается представить Шойгу и Герасимова. И уйти от собственной ответственности за поражение. Хотя, в принципе, выступление Кадырова и его подчиненных, в частности, Даудова и другого генерала, они как раз пытаются возложить эту ответственность на самого Пригожина. Что он неэффективно воюет, много потерял и так далее. Сейчас идет поиск, уже заранее поиск ответственности, ответственных за неизбежное поражение. Вот в этом состоит. Ну, а в конечном итоге, безусловно, это попытка столкнуть со стороны Пригожина, и не только страну в смуту, Россию в смуту, что может удастся. И в этом случае, вот в этой мутной воде смуты Пригожин вполне себе успешно может существовать. И участвуя в мафиозной войне, в которой перерастет нынешняя война против Украины, это уже будет война на территории России, между всякими бандформированиями, в том числе и ЧВК «Вагня». И здесь Пригожин может получить какой-то успех. Может. У него есть шанс. Какого-то шанса в войне против Украины у него, конечно, нет, и Пригожин это прекрасно понимает. Вернемся на полшага назад. Я хочу напомнить нашим зрителям то, о чем вы говорили, о том, что российским СМИ запретили цитировать и вообще упоминать Пригожина. Главным редактором российских федеральных СМИ на самом деле запретили даже упоминать имя основателя так называемого ЧВК «Вагнера» Пригожина и, в принципе, саму эту так называемую частную военную кампанию. Соответствующий документ опубликовали в сети, и предупреждение якобы разослало Министерство обороны России. Ну, что неудивительно, конечно. В нем говорится о том, что любые публикации, содержащие упоминания ЧВК «Вагнер» и Пригожини, в частности, с 25 мая 2023 года, расцениваются как дискредитирующие вооруженные силы России. Аналитики уже заявили, во всех крупных СМИ упоминания о Пригожине и «Вагнере» действительно резко исчезли. И вот, знаете, вы говорите, что все перерастет в войну уже внутри самой России. А скажите, если так активно и Пригожин, и Министерство обороны России друг на друга пытаются, скажем так, ну, грубо скажу, вспихнуть вину за неудачи России в войне против Украины, а нет ли ощущения, что они понимают, что к концу этой войны из них останется кто-то один? В таком случае кто же будет воевать внутри самой России друг с другом? Я думаю, что совсем не обязательно, что к концу останется кто-то один. Я думаю, что сейчас дело идет действительно к смуте, и это мафиозная война. На сегодняшний момент произошла приватизация армии, она произошла достаточно успешно. И создано порядка 40 частных военных компаний, не только ЧВК «Вагнер», но, по крайней мере, как минимум 3 ЧВК «Газпрома». Есть ЧВК, который сейчас пытается создать, кстати говоря, «Шойгу» на базе армии своей собственной. То есть Министр обороны создает частную военную компанию. Я вообще не знаю исторических примеров, исторических аналогов таких действий. Значит, о создании частной военной компании заявляет Аксенов, уголовник, который сейчас является гулятором Крыма. О создании частной военной компании, о намерении создать частную военную компанию заявляет Кадыров. То есть на самом деле вот эти вот, так сказать, бульканье по созданию уже своих мафиозных структур, они происходят везде. И это, по сути дела, является одним из предвестников смуты. То есть вот эти все персонажи, они будут друг с другом воевать за куски России, за куски территории, делешь территорию России и собственность. То есть, ну, в общем, как обычно, это все происходило и в смуту. Так сказать, первую смуту, которая была в 17 веке, и вторая смута, это русская революция, русский октябрьский переворот, который называется гражданская война. Ну и, наконец, вот сейчас мы находимся в преддверии третьей довольно серьезной смуты, возможно, вполне последней в истории России.